Здравствуйте! Меня зовут Александр Староверов и это обзор новостей за неделю. На протяжении нескольких минут только важные события, которые попали в объективы наших телекамер. То, что оказалось за кадром официальных средств массовой информации, вы увидите здесь в эфире независимого телеканала 1612. Произвол казахстанских судов. Вот, пожалуй, главная новость недели. Дела в республике клепаются с такой быстротой и беспричинностью, что Казахстан, откровенно говоря, по уши погряз в процессах. На днях на скамью посудимых угодила карагандинская активистка Валентина Мохотина. Ее пытаются осудить за экстремизм. Неизвестная гражданка обвинила Мохотину в том, что та включила ее фамилию в список казахстанцев, выступавших против экстрадиции оппозиционного политика Мухтара Облязова в Россию и Украину. Обиженная гражданка потребовала 10 миллионов тенге за причиненный ей моральный ущерб. Честно признаться, я даже не понимаю, на каком основании происходят все вот эти вот вещи, все эти иски от неизвестных людей, которые пытаются привлечь меня за оскорбление чести и достоинства и нанесение нравственного и физического вреда. Я не знаю эту женщину, не вижу ее и в принципе, наверное, конституционное мое право это подписывать. Я подписываю, если я подписываю какие-то обращения или письма, я подписываю от своего лица. Уголовный срок за инакомыслие в судейском государстве Казахстан, похоже, стал притчей в языцах. Почти аналогичный процесс за поддержку Мухтара Облязова прошел над блогером Аскаром Шигумаровым и партийным оппозиционером Маратом Жанузаковым. Истец также требовал денежную компенсацию за нанесение ему морального вреда. Похоже, что моральный вред в Казахстане оценивается куда выше, чем денежные выплаты пострадавшим от стихийных бедствий. Но и это еще не все. В Алматы на минувшей неделе тоже гремели суды. На скамье подсудимых газета «Ассанди Таймс». Причем сам иск был предъявлен не конкретному лицу, например, к владельцу издания или его главному редактору, а к продукту, то есть напечатанной газете. Газета – это вот несколько листов бумаги с напечатанными текстами. Газета – это продукт, который изготавливает собственник или в данном случае издатель. По аналогии я могу сказать, газета – это средство массовой информации. У нас есть автомобиль, средство передвижения. И у того, и у другого есть собственник. И когда у нас автомобиль попадает в ДТП, то иск предъявляется не к автомобилю, и не автомобиль приезжает в зал суда для того, чтобы участвовать в судебном заседании. Сделано это, очевидно, для того, чтобы на корню зарубить права настоящего собственника газеты, дабы тот мог выступать в суде только как третье лицо. Да и все дело против «Ассанди» не более, чем неприкрытая властью бесправная репрессия против независимого издания. С недавних пор не только журналисты в Казахстане стали сродни преступникам. В той же категории независимые интернет-ресурсы. Нурсултан Назарбаев уже грозился заблокировать интернет за распространение вредных слухов. И от слов перешел к делу. Недавно в Алматы состоялся антиевразийский форум. Более 500 человек выступили против присоединения Казахстана к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией. В этот же день некоторые электронные СМИ стали недоступны для пользователей. «Блокировка интернет сейчас изданий идет массированная, мощнейшая. Сейчас вот звонили наши некоторые коллеги, друзья из республиканских телеканалов, которые присутствовали на антиевразийском форуме, снимали это мероприятие. То есть им уже позвонили сверху, сказали, что ни одного сюжета, ни одной информации в республиканских ТВ не должно быть». Правда, блокировать Ютуб и сайт Радио Азатык казахстанские власти боятся. Ведь им хорошо известно, какому государству принадлежат ресурсы, а ссориться с крупной державой Назарбаеву совсем не хочется. Другое дело свой народ. Над ним правительство Казахстана, кажется, издеваться никогда не перестанет. Очередной протест астанчан, чьи дома сносят под назарбаевские нужды, вновь жестко и бессердечно разогнан. Полиция Астаны атаковала журналистов у генпрокуратуры во время разгона женщин, которые приковали себя цепями к ограде, требуя встречи с генпрокурором Асхатом Дулыбаевым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вновь про Казахстан и его специфическое правосудие. Водитель «Газели» Максим Данилов попал на скамью подсудимых за то, что использовал в автомобиле видеорегистратор. Остановил инспектор, подошел, вменял мне правонарушение, что на ловом стекле находится видеорегистратор. Соответственно, составил протокол, изъял госномерные знаки без понятых, без свидетелей. Протокол внес каких-то свидетелей, которые не присутствовали при этом процессе. Более того, вернувшись, бросил мне документы в кабину, где вписал, что от подписи и от постнений я отказался. Хотя я не отказывался от этого. Я считаю действия инспектора неправомерными. Спорное правонарушение, как и следовало ожидать, вскоре переросло. Судебный процесс, который, разумеется, водитель стражам порядка проиграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От правительственных репрессий и судебного произвола к высокому. Глава нынче модного Каспи-банка Михаил Ламтадзе рассуждает о том, что казахстанцев необходимо обучить финансовой грамотности. Он намерен потратить на образование соотечественников несколько миллионов долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Образование является самым главным активом. Вы, те из нас счастливые, в детях, например, самое главное для нас, это что мы можем вложить для того, чтобы они были у нас умные, красивые, успешные, позитивные, динамичные. И мы всегда говорим родителям о том, что образование является самым важным. Правда, сегодня, когда почти вся республика скована кредитными долгами, люди думают о том, как заработать, а не как потратить. О финансовых проблемах своего народа, похоже, невдомек и главному миллиардеру страны, президенту Нарсултану Назарбаеву. Исходя из нехитрой, но очень далекой от истины математики Нарсултана Абишевича, бедняков, как выразился Лучезарный, в республике менее 20%. Это либо вопиющие лицемерие елбасы, либо же старческий маразм. При этом Назарбаев с видом знатока рассуждает о богатых людях. Надо прямо говорить, что мы поощряем богатых людей. Оно и понятно. Все богатые и процветающие граждане Казахстана – сплошь родственники и друзья Нарсултана Абишевича. А вот суровая и далекая от глаз диктатора реальность Казахстана в прямом смысле пугает. Город Зыряновск буквально утопает в рукотворном болоте. С 2009 года там действовала программа по переселению жильцов с опасных территорий. Таковыми земли стали из-за отработанного карьера. Когда-то там открытым способом добывали руду. После выработки каменоломня стала не нужна. Ее решили затопить. Специальная комиссия, переселив порядка 200 семей, 8 домов оставила нетронутыми. Мол, в них еще можно жить. Местные жители несколько лет бьют тревогу и просят о помощи у властей. В аварийном состоянии у нас дома находятся. У нас нету подъезда к домам. У нас во многих домах затапливает полностью вода. Дома рушатся, щели везде. Зимой невозможно жить в домах в этих... Зыряновск не одинок в своем отчаянии. Талгар – небольшой городок в 25 километрах от Алматы. В нем царит полная разруха. В городе нет отопления. Горы мусора отравляют воздух зловонием. Пока верхи победно рапортуют об улучшении качества жизни казахстанцев, низы выживают как могут. Проблема вот у нас здесь летом запах. Воняет. Вот дороги нет у нас. Мы здесь постоянно живем. Не смогут дышать летом. Детям тяжело здесь. Таковы современные реалии Казахстана, о которых навряд ли знает или попросту знать не хочет бессменный лидер нации Нурсултан Мазарбаев. И напоследок о каверзном. Апрельский номер издания «Желдездар» от басы «Аныс Адам», что в переводе с казахского «звездный дом, человек, легенда», был посвящен другому лидеру нации Адольфу Гитлеру. Автор одной из статей, казахстанский националист Рассул Жумалы, весьма неаккуратно сравнил немецкого диктатора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На скандальный выпуск уже отреагировало агентство связи информации Казахстана. В ведомстве сообщили, что содержание журнала, цитирую, «имеет признаки нарушения Конституции и законодательства республики в части разжигания социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды». Конец цитаты. В связи с этим чиновники пообещали принять меры. По неофициальной информации, автор публикации может быть лишен свободы сроком от 7 до 12 лет. У меня на этом все. Хороших выходных. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok